итак всем привет друзья с вами поречка и это очередной мой гайд и обучающий видеоролик который на этот раз я хочу посвятить способностям карт ну знаете вот этим самым словам которые для многих людей то ли непонятны то ли просто еще не совсем освоились квинте но я бы хотел собственно их и обучить сейчас вот я переключу быстренько язык на русский на русский обратно я сделал специальный документ который также будет мне помогать в этом потом я наверно его скину в общий доступ чтобы все могли на него посмотреть методика и схема работы будет такой я буду называть сначала какое-то определенное слово мы будем рассматривать карты которые с ним связаны и я буду рассказать какие-то может быть аспекты и секреты которые известны мне на данный момент если я что-то пропущу можете всегда дополнить мне в комментариях ну давайте начинать тогда потихонечку итак первый тег сегодня будем очень много пользуется фильтрами поэтому сразу готовьтесь итак первый тег который мы будем рассматривать ну естественно простого будем переходить более сложным этот тег под названием дружественный что такое дружественный дружественный это любой отряд на вашей стороне поля ну вот соответственно карты которые могут взаимодействовать с этим отрядом я думаю тут не имеет смысла всех их рассматривать ну давайте просто например просто вот ну вот допустим накер воин выберите бронзовый дружественный отряд и добавьте 2 его базовых копии вниз вашей колоды то есть дружественный любой на стороне вашей ваше на вашей стороне поля что сам например оружие не клана тардаров укрепите дружественный отряд на две единицы дружественный это значит на вашей стороне поля я думаю мы тут не будем долго останавливаться теперь то же самое как бы вражеский любой отряд на стороне поля противника то есть абсолютно любой отряд на стороне поля противника. В том числе даже и золотой, если у карты будет написано, что она как-то взаимодействует с золотым. Ну давайте посмотрим например, любую карту, которая с тегом вражеский. Ну вот убийство. Заблокируйте и уничтожьте вражеский отряд. Все эти слова мы рассмотрим чуть попозже, но это пока вражеский. Вражеский это значит любой на стороне оппонента. То есть на своих мы задействовать эту карту не сможем. Ну или еще например берсерк-мародер. Купить отряд на одну единицу за каждый поврежденный пока много непонятных слов, но мы будем к методикам. За каждый поврежденный вражеский отряд. То есть он получает уже силу только за вражеский отряд. Понятно, все-таки просто. Ну а теперь переходим к третьей нашей механике под названием размещение. Я бы сказал, что одно из самых ключевых слов, которые вы чаще всего будете встречать размещение. Активируется когда карта появляется на поле. Внимание! Ключевое слово тут на поле. И это ведет к тому, что многие игроки думают, что если карта например появляется из отбоя, да, ну грубо говоря, представим, что у вас в колоде есть допустим три ведьмака, да, способность ведьмаков, размещение, как раз так, ведьмаков, когда ты ставишь одного ведьмака, появляются два остальных. Так вот, представьте, что у вас каким-то образом один находится в отбое, а два в колоде. Так вот, если вы восстановите ведьмака из-за отбоя, и он как бы появится на столе, то есть вы его как бы не с руки сыграли, потому что из руки вы сыграли карту, которая его воскресила. Так вот, если вы поставите его на поле, то есть разместите, то появятся остальные копии ведьмаков, и это важно понимать. Важно понимать, что размещение, это не только как бы розыгрыш карты, а именно ее появление на столе. Ну и давайте для каких-то примеров просто разберем, что делают какие-нибудь карты. Ну вот, размещение. Воскресите бронзовый отряд. Активируется, когда карта появляется на поле. Вы ставите ее на стол, она воскрешает бронзовый отряд. То же самое, например, произошло бы, если бы вы достали ее с чистого неба. Как бы вы же не саму ее ставите, да, карту, а вы играете рассвет, а потом делаете способность рассвета одну из достать бронзового юнита случайного, она появляется на столе, и, соответственно, срабатывает ее размещение. Ну какое еще размещение вам показать? Давайте вот сапера, размещение. Уберите или добавьте стойкость. То есть он появляется на столе, как бы то ни было, и, соответственно, убирает, либо добавляет стойкость. Самые частые карты, в которых встречается этот тег, это карты лидера. Ну, например, давайте рассмотрим Крахан Кра. Нет, Крахан Кра слишком долгое описание. Ну вот, скрытый. Размещение. Поглотите три дружественных отряда, но не усиливайте, а укрепите этот отряд. Очень много сложных слов, не правда ли? Но, неважно. Размещение, то есть вы понимаете, что-то произойдет, когда он выйдет на стол. Или вот фольдист, простое весьма размещение. Усильте все верные бронзовые и серебряные отряды в вашей руке и колоте на одну единицу. Все понятно. Опять-таки теги пока простые, пока несложно. Сильнейший. Следующее слово, которое мы будем разбирать. И сильнейший. Что же, ну, я думаю, из логики понятно, но я зачитаю то, как это написано в гвинте. Сильнейший. То есть с наибольшей силой. Если способность действует только на один отряд, при равенстве сил он определяется случайным образом. Ну, давайте объясню, как это работает. Ну, допустим, туман. Сыграйте туман в выбранном ряду на стороне противника. В начале каждого хода наносите по две единицы урона всем сильнейшим отрядам в ряду. То есть, если в одном ряду стоит два юнита с силой 9, туман нанесет 4 урона. Двум юнитам с силой 9, соответственно. А вот то, что я зачитал вторую часть, если способность действует на одного юнита, то, например, в случае с такими картами, как мильва. Например, размещение уже. Повторяем наш текст. Если оба игрока еще не спасовали, верните сильнейший вражеский отряд в руку противника. Затем верните сильнейший дружественный отряд в вашу руку. Как понимаете, тут он написано возвращает, что один отряд, да? И вот при равенстве этих отрядов он определяется случайным образом. Сильнейший, да? Если две девятки, какая-то одна из них случайным образом возвращается к вам в руку. Я думаю, с сильнейшим поняли. Ну, и по аналогии, как бы, слабейший, с наименьшей силой, если способность действовать только на один отряд, при равенстве сил он определяется случайным образом. Как видите, карт со слабейшими не так много. Это эпидемия. Уничтожьте все слабейшие отряды на поле. Проливной дождь. Собственно, он наносит, как и туман, только слабейшим юнитам силу. Далее, например, приказ о вступлении. Укрепите, это так мы еще разберем, слабейший бронзовый отряд или серебряный в вашей колоде на две единицы и сыграйте его. То есть, понимаете, да, что происходит. А вот и про равенство карт. Если оба игрока еще не спасывали, не глядя, переместите слабейший дружеский отряд в вашу колоду, затем не глядя, переместите слабейший бронзовый отряд в колоду противника. То есть, случайный. Какой-то, если два отряда с одинаковой силой, например, будут у вас находиться на столе. Так. Сейчас, секунду. Хочу сделать немножко поясче. Вот так. Продолжаем тогда. Следующий тег, который у меня для вас припасен, это усилить. И сейчас мы будем разбирать небольшую как бы механику, которая многие игроки, вот она у них вызывает путаницу, а именно слова усилить и укрепить. Давайте сначала же разберемся, что такое усилить. Это увеличить текущую силу отряда. Ее может усилить, видите, может ласточка на 8 единиц. Усилить может гром 3 смежных отряда на 4 единицы. Усилить может фольтес, например, на одну из силы всех. Защитник долблатан. Лана, например, усиливается за каждую особую карту вами сыгранную тоже на одну единицу. Накеры при поедании карт усиливаются. Итак, давайте же я сейчас по-простому скажу, что такое усиление. Ребят, усиление это когда карта приобретает зеленую силу. Вообще, у карт могут быть три типа силы. Красный, белый и, соответственно, зеленый. Так вот, если вы видите карту с зеленым силой, с зеленым показателем силы, это усиление. Если вы видите карту с белым показателем силы, это ее изначальная сила. Если вы видите карту с красным показателем силы, это карта ослаблена либо повреждена. Мы еще рассмотрим тоже этот тег. Так вот, пожалуйста, не путайте, потому что есть усилить, а есть укрепить. Усилить именно добавляет вот эту самую зеленую силу. укрепить, как правило, добавляет изначальную силу. Ну, либо делает какую-то способность, которая что-то еще делает и добавляет базу силу, либо снижает до базовой силы и снимает усиление. Например, есть такая замечательная карта, как Петер Сар в Венлеве. Так вот, его размещение является восстановление отряда, то есть сначала он возвращает отряду изначальную силу, затем, если это дружеский отряд, укрепляет его на три единицы, то есть он добавляет ему три белой силы, укрепляет. Если это вражеский отряд, то ослабляет на три единицы. Ослабляет это тоже уменьшает белую силу. Понимаете? Потому что тут, как знаете, усилить, укрепить и нанести урон ослабить, это разные вещи. Соответственно, вы должны понимать, что усилить и нанести урон это добавить зеленую и сделать красную, а усилить и укрепить это сделать, прибавить белой силы и отнять белой. Ну, я думаю, мы еще разберемся с этим. Я просто надеюсь, что вы запомнили, я примерно показал, какие карты усиливают. Ну, и давайте сразу теперь тогда мы говорили про усилить, давайте что такое урон посмотрим. Урон. уменьшает текущую силу отряда. Ну, например, землетрясение Стамильфорда наносит 2 единицы урона случайно, по 2 единицы урона случайным вражеским отрядом, не больше 8. То есть, суммарно можно нанести, если у врага есть 8 юнитов, у каждого есть как минимум 2 единицы здоровья, он нанесет 16 единиц урона. Или же гром. Самая простая карта. Нанесите 7 единиц урона отряду. Вот урон это текущую силу отряда просто снижает. Было у чувака 10 белый, стало 3 красный. Было у какого-то, допустим, ваш оппонент поставил юнита с 5 единицами силы и добавил ему еще 8 ласточкой. То есть, усилил. Получается 13 зеленой силы, так как 5 была изначальная. Вы наносите 7 урона и, соответственно, получаете 6 зеленой силы. Потому что, ну, понимаете, 5 плюс 8 минус 7 и остается там еще зеленая до сих пор. Хорошо, урон тоже не буду дольше останавливаться. Далее, поврежденный. Что такое поврежденный? Это отряд, обладающий меньшей силой, чем изначальная. Ну, и такие карты, вот вы все их видите, они тут связаны с повреждением. Ну, давайте посмотрим. Например, в объем. В конце каждого вашего хода наносите по 2 единицы урона, то есть уменьшает текущую силу отряда всем поврежденным вражеским отрядом, чья сила меньше или равна 2. То есть если у вашего оппонента стоит юниты с 1 и 2 единицами силы и они повреждены, то есть отряды обладают меньше силы, чем изначальная, допустим, у вашего оппонента был юнит с 3 единицами здоровья изначальной силы, ну, вот главоглаз обычный, 3 здоровья, ему каким-то образом, вы снизили силу до 2 и она уже стала красной, это значит, что он поврежден, соответственно, что в объем, так как условия подходят, сила меньше или равна 2, он нанесет урон этим самым поврежденным юнитам, ну, или давайте рассмотрим на бойце клана Анкрайд, усильте 3 поврежденных отряда слева на половину их силы, округляя к большему, ослабьте этот отряд на 1 единицу за каждый затронутый отряд. Соответственно, у вас есть 3 поврежденных отряда, вы ставите эту карту и усиливаете отряды слева на как бы на половину их силы, ну, тут, собственно, все написано, то есть, понимаете, условие поврежденные соблюдено, с красной силой, значит, все работает. Я думаю, тут видите, как вы видите, не так много карт работают с тегом поврежденный, ну, девочи-то носят, самое классическое, размещение, то есть, при выходе на стол, нанесите 2 единицы урона отряду, и если этот отряд уже поврежден, то сыграйте еще одну такую деву-щитоносец из клана Друмант из вашей колоды, то есть, если у вашего оппонента был юнит с четырьмя красными показателями силы, вы наносите ему 2 урона, у него становится сила 2, вы можете призвать еще одну деву-щитоносец, она автоматически призывается, соответственно, так можно 3 раза сделать. Ну, все понятно, ну, разобрались мы с уроном, да, тогда теперь давайте рассмотрим теги, которые как бы восстанавливают этот урон, да, мы сейчас присмотрели, как нанести урон, а теперь есть 2 тега, которые восстанавливают показатели. Вот есть такой тег, он называется, ребят, исцелить, но как бы если так, то он будет как вылечить, он есть всего у одной карты, и что такое вылечить или исцелить, ибо если вы это не ведете, видите, исцелить будет написано. Итак, исцелить, это восстановить силу поврежденного отряда до изначальной, соответственно, размещение данного товарища написано исцелить, 3 отряда слева. То есть, если у 3 отрядов каких-то слева сила в красном, красного цвета, я буду постараться просто объяснять, потому что, возможно, новички смотрят это видео, то эта карта восстанавливает их силу до изначальной. Например, у вас стоит юнит с изначальной силой, которая была шестерка, у него стоит 3 силы, то есть красной силой. Вы ставите мастера этого справа от него, и он, соответственно, восстанавливает силу обратно до шестерки. Понятно, да? Это, ребят, называется лечение. Далее, есть карта еще не лечения, а восстановления. Восстановить. Ну, восстановить тут есть на самом деле только у одной карты. Правильно? Нет. У трех карт. У четырех, да, у четырех карт. Ну и давайте на грибе разберемся. Самая простая карта, написанная. Восстановите отряд и укрепите его на три единицы, или же восстановите отряд и ослабьте его на три единицы. Помните, да, уже укрепить, ослабить, это снижение или увеличение базовой силы, изначальной. То есть, смотрите, сначала то, что делает Мардрем, он, вы выбираете его эффект и он в любом случае, либо он всегда восстанавливает отряд. То есть, он восстанавливает ее силу до изначальной. То есть, по сути, делает то же самое, что и исцеление. Но исцеление срабатывает только на поврежденный отряд. Потому что, я уже упомянул, что исцеление работает только на поврежденный отряд. Мардрем работает на абсолютно любой отряд. Если у него была зеленая сила, если у него была красная сила, если у него была белая сила, соответственно, если у него была зеленая сила, то она сбросится, так как он восстанавливает силу до изначальной. Если была красная сила, то он как бы прибавит силу обратно, вернет к изначальной. И потом еще добавит 3 единицы, укрепит на 3. То есть, добавит белой силы. Это Мардрем, да? Двемеритва бомба, там выбираете 3 смежных отряда и восстанавливаете их. То есть, делать силу изначально. То же самое Маргарита. Восстановите отряд. Дальше не будем читать, потому что не имеет смысла. Ну вот Петер, мы уже его рассматриваем. Восстановите отряд. То есть у вас стоит юнит, вы восстанавливаете ему силу, либо убираете, если она была как бы, если он уже был очень сильным. И потом добавляете эту силу еще на 3 единицы прибавляете. То есть Петер, по сути, работает как мордрем, да, только еще является тушкой такой приятной. Ну вот, что такое восстановить и лечить? Ребят, запомните. Излечить есть только у одной карты, и она восстанавливает силу только поврежденным отрядом. То есть если отряд зеленой силы, она ничего не сделает. Мордрем же сбросит силу, либо восстановит ее назад. Восстановить разобрались. Следующий тег. Укрепить. Мы уже примерно... Я уже объяснял, что такое укрепить, но прочитаю еще раз. Увеличить изначальную силу отряда. На примере двойного кристаллизура. Укрепите укрепите один из сильнейших ну, мы уже поняли, что такое слово сильнейший бронзовых или серебряных отрядов в вашей колоде на 2 единицы и сыграйте его. То есть в вашей колоде есть какой-то сильный юнит, сильнейший. Данная карта его укрепляет на 2 единицы. То есть у него была, допустим, шестерка базовая. Он делает его восьмеркой и достает его из колоды. Сыграет. Все просто. Объяснять ничего не нужно. Но есть карты, которые добавляют как бы эту самую изначальную силу, такие как оружейники. Видите, добавляют 2 изначальные силы. Про остальное мы уже рассматривали. Укрепите разобрали. Соответственно, ей противовес ослабить. Ослаблять у нас могут гриб и, например, такая карта, как Киприан Вилли. Она при размещении ослабляет отряд на 3 единицы. Ну, либо второй эффект пока нам не интересует. Или вот Моркорг, например. Воскрешайте этот отряд и ослабляете его на 3 единицы каждый раз, когда его сбрасывают или уничтожают. Вот его поставили на стол. Его, допустим, убили, да? И он при уничтожении срабатывает эффект ослабления на 3 единицы. Но он воскрешается. То есть, получается, он возвращается пятеркой уже. С белой силой пятеркой. Не восьмеркой, а пятеркой. Ну, я думаю, тут понятно, ребят. Просто различайте усиление и укрепление, урон и ослабление. Это разные вещи. Так, следующая механика, к которой мы перейдем, это воскресить. Вот я сейчас говорил про Моркорга. Воскресить. Вот, собственно, примерно карты, которые работают с этим эффектом. Ну, и давайте почитаем самые простые. Размещение. Воскресите бронзовый отряд. Все просто. У вас есть какая-то карта в отбой. Я сейчас, да, прочитаю, что такое воскресить. А то заговорил уже про отбой. Воскресить. То есть, сыграть карту из вашего сброса или, если указано, из сброса противника. Ну, и вот, Жейца Фрей. Размещение. Воскресите бронзовый отряд. Вот, Медик из Викавара. Размещение. Воскресите бронзовый отряд и сброса противника. Все понятно. Сигар Дрифа. Размещение. Воскресите отряд. Если не написано, какой отряд, что, например, бронзовый, то это значит, что серебряный тоже можно воскрешать. Шами. Воскресите отряд и добавьте ему три единицы броней. Восстанавливайте отряд из отбоя, серебряный или бронзовый, так как тут не указано, значит, можно любой, и добавляйте ему три единички броней. Так. Опять стало у меня ярко. Можно делать потемнее. Ну, и следующий тег, который у нас есть, это Создать. Я пока буду писать, скажу, что это такое. Создать. Это добавить карту в игру и немедленно сыграть ее. Ну, вот видите, тут у меня теги плохо работают на русском языке. Ну, давайте на примере вот леденящего Кроуфрика. Уничтожьте дружественный отряд. Дружественный знаете. Уничтожить еще что такое, я вас не обучил. И Создайте медведя. Соответственно, карта добавляется в игру и непосредственно сразу же играется. Вот что такое медведь. Видите, 12. То есть вы делаете этот эффект, у вас сразу создается медведь, и вы имеете возможность его поставить. Ну, или, например, что тут у нас еще есть из таких вот со словом Создайте. Создайте фолькс. Ну, пожалуйста, вы ставите любой лидера, это Создайте. То есть он создается сразу у вас на столе в виде вот пяти единиц силы. То есть это вот еще проще так понять, когда вы смотрите на это. Далее, например, элементарь огня. Размещение. То есть при выходе на стол создайте три малых элементаря огня. Каждый из которых будет делать вот такой вот эффект. Они непосредственно сразу разыграются, соответственно. Все понятно, все просто. Переходим к более сложным механикам. Первый из которых будет поглотить. Итак, что же такое поглотить? Внимательно слушаем, друзья. Это переместить карту в сброс. Или удалить ее из игры, если она уже находится в сбросе. И добавить ее силу к силе поглощающего отряда. То есть поняли, да? Поглотить это убрать карту в сброс. А если карта уже находится в сбросе, потому что есть карты, которые поглощают непосредственно из-за отбоя, то удаляет карту из игры. Ну и также сила добавляется к силе того отряда, который поглощает. Ну вот непосредственные примеры. Смотрите. Размещение. Поглотите отряд справа. Я сразу закрываю, чтобы вы дальше не читали. Поглотите отряд справа. Это значит, что вы уберете отряд в отбой какой-то, который вы поглотите. И, соответственно, сила этого отряда добавится к силе этого юнита. Поняли? А теперь смотрите карту другую. Поглотите случайный отряд из сброса любого. Соответственно, тут мы поедаем карту из отбоя. Если соответствующие имеются в наличии. Вообще хоть одна карта в отбое есть, то значит вы ее съедаете. И как только эта карта в отбое съедается, то она исчезает из игры. То есть удаляется. То есть понимаете, когда она еще на столе, она просто падает в отбой. Если же она уже в отбое, то она удаляется. Ну, соответственно, вот карты, которые именно удаляют из игры. Это гуль, так как он поедает из отбоя. Это кладбищенская баба, так как она поглощает все отряды в вашем колоде. Тут, кстати, неверное описание. А, точнее, все верно. Она поглощает карты в отбое, и, соответственно, она их удаляет. Это я неверен. Далее. Катакан. Поглотите отряд из сброса. Соответственно, тоже удаляет. Вот теперь примеры того, что не удаляет. Смотрите, например, регис вампир. Посмотрите на три случайных бронзовых отряда в колоде противника, поглотите один и, не глядя, верните остальные в его колоду. То есть вы поедаете карты из его колоды. Соответственно, карта не пропадет из игры, не удалится. Она упадет к нему в отбой. Тоже это учитывайте. С жабой то же самое. Она поглощает юнита из вашей руки. Соответственно, он улетает в отбой. Ну и сразу же, что такое удалить? Я уже об этом сказал. Удалить — это убрать карту из игры. Есть помимо тех монстров, что я перечислил, еще вот такие карты. Например, удалите отряд из любого сброса и усильте дружественный отряд на силу удаленного отряда. То есть мы выбираем какой-то отряд в отбое оппонента, он удаляется из игры, и мы усиливаем, то есть на зеленый показатель силы, помните, дружественный отряд на силу удаленного отряда. Или же лето, например. Очень сильная карта. При размещении, если этот отряд, когда вы ставите на сторону оппонента, то делается сила единицей, и он удаляет два отряда с каждой стороны от этого отряда. То есть два смежных отряда. Вот стоят четыре юнита, вы ставите лето по центру, и он прям удаляет их из игры. Вот тут именно та особенность, когда он удаляет из игры, он их не отправляет в отбой, а именно удаляет. Хорошо, что такое удаляет? Разобрались. Сразу же давайте разберемся, что такое теперь уничтожить. Это перемещение карты в сброс. То есть, как бы, по сути, поглощение, только поглощение еще добавляет силу того, чего мы поглотили. Уничтожить же просто уничтожает карту, отправляет их в отбой. Самая простейшая карта, одна из. Уничтожьте все слабейшие отряды на поле. То есть стоят у врага пять единичек, он убьет пять единичек, отправит их в отбой. Или же, например, казнь. Уничтожьте все сильнейшие отряды на поле. Стоит у юнита один сильный отряд, вы нажимаете казнь, и все... Точнее, не все, а этот самый отряд улетает в отбой. Долго не буду зацикливаться, я думаю, тут не имеет смысла. Далее. Следующий тег, который я хотел бы разобрать, это броня. Броня поглощает часть урона нанесенного отряда. Все замечательно написано в описании от разработчиков, но забыли они указать одну очень важную, на мой взгляд, вещь. Дело в том, что, друзья мои, когда... Давайте, да, рассматриваем, например, разочек силы по высокой... Броня, да, вот как бы у него шесть силы, белый изначальный, и при размещении добавляет ему две единицы брони. То есть многие из вас наверняка подумают, что это восемь силы. Но это не так, друзья. У него как бы восемь силы, только теоретически, если вам будут наносить урон по этому юниту. То есть смотрите, вы ставите его на стол, и если у вас больше нет юнитов, то он будет шестеркой. То есть шесть силы даст. А вот если ваш оппонент решительно в него дать, например, гром, да, гром Альзура, помните, мы его уже рассматривали, ну вот гром Альзура, наносит семь единиц урона... Наносит семь единиц урона отряду. Семь единиц, и тут как бы в случае с двумя брони получается восемь. Соответственно, у него останется одна сила. Я думаю, тут все понятно с броней, я поясню. Соответственно, ну есть карты, которые с этой броней работают. Например, вот укрепление иммунитета. Добавляете три единицы брони трем смешным отрядом, и усильте их на три единицы. То есть у вас есть три юнита, вы им добавляете три брони каждому, и усиляете, даете зеленые три силы, тоже три. Соответственно, если им будут наносить урон, то эти три брони будут эффективно как бы у вас отниматься. Броня очень хорошо работает против каких-то погодных карт, как бы когда у вас отнимается не ваша реальная сила, а вот эта вот самая виртуальная броня, которая не существует, но которая отнимает и получает на себя часть урона. Но учитывайте, что урон за нее никуда не добавляется. Далее карты, точнее механика и способность карт, которые я хотел разобрать, это засада. С ней будет связано еще пару тегов, которые я разберу. Как вы видите, таких карт немного, и давайте я зачитаю, что они делают. Засада играется рубашкой вверх, то есть вы не видите, что за карта разыгрывается, и переворачивается только при определенных условиях. Когда лежит на поле рубашкой вверх, не добавляет силы своей стороне и получает неуязвимость для всех других способностей, если не указано иное. Соответственно, вы понимаете, это неуязвимая карта, но которая, если она не сработает, то вы силы тоже не получите. Тут как в случае с броней. У вас, если она не раскроется, то есть не выполнится ее какая-то особенная способность, то, соответственно, она и не покажет себя. Но зато она неуязвима, если вот пока ее способность не сработала. Ну и на примере, давайте рассмотрим, вот на Сапере в Рихид. Засада. И сразу расшифровывается, как она срабатывает. После двух ходов переверните этот отряд в начале вашего хода. То есть через два хода в начале вашего хода эта зелененькая карта, так как это зеленая фракция, это Скайта Элей, она сначала будет закрыта на протяжении двух ходов, и через два хода она перевернется, и вот будет семеркой. Ну давайте возьмем более сложную карту. Морен, точнее. Переверните этот отряд, когда появится вражеский отряд, и нанесите ему 5 единиц урона. То есть смотрите, вы ставите как бы шестерку на стол, но у вас ее нету. До тех пор, пока ваш оппонент не сыграет юнита, причем серебряного или бронзового. Значит, если он его не сыграет, то, соответственно, Морена не раскроется, и 5 урона не нанесет, и шестеркой не появится. Учитывайте это. Ну и давайте теперь разберем вот несколько тегов, которые потом будут связаны с одним общим, к которому я пока подвожу. Первый из тегов называется взаимосвязь, и он есть всего на данный момент только у одного отряда. Давайте прочитать, что такое взаимосвязь. Вы можете пока прочитать способность карты. Взаимосвязь активируется каждый раз, когда на той же стороне поля играют еще одну копию этого отряда. То есть в данном случае взаимосвязь является такая. Тут написано и размещение, и взаимосвязь. Усильте всех разведчиков из Кринфрида в вашей руке, колоде, или на вашей стороне поля на одну единицу. Понимаете? Дальше можете не читать описание. То есть мы ставим этого разведчика, и взаимосвязь активируется, когда мы ставим его на стол. На нашей стороне поля, повторюсь, вот если мы его на вражескую поставим, например, если у врага будет такая же карта, то взаимосвязь, его с нашими не будет работать. Только наших. Мы ставим одного разведчика, у себя, соответственно, другие получают вот эти бонусы. Хорошо, это взаимосвязь. Теперь вторая часть этой карты описания, можете начинать его читать, а я пока расскажу, что это такое. Это трио. Называется на русском, очень сложно, строго, три незаблокированные копии отряда в ряду. Но я сейчас объясню, что это такое. Итак, смотрите. Создав трио разведчиков из Кринфрида, нанесите сильнейшему вражескому отряду урон, равный половине его силы, округляя к меньшему и игнорируя броню. Итак, трио, это когда вы выставляете три юнита с этим самым трио в ряд, и они должны быть незаблокированы. Что такое незаблокированы? Буквально через пару описаний. Соответственно, если это трио становится вместе в ряд, в один ряд, то оно срабатывает. Ну, где в ряду уже не важно, да? То есть, не важно, что в ряду через юнит, через два юнита, главное, чтобы их было трое в одном ряду. Соответственно, срабатывает какая-то особенная способность этих карт. Ну, в данном случае, например, есть и карты, которые с этим синергируют. Например, играете этот отряд из вашей колоды каждый раз, когда создаете трио Королев Севера. То есть, трио создано, она появляется с колоды автоматически. Или есть карта, которая считается частью любого трио. То есть, у вас есть две карты, и вы ставите вот эту, и получается, у вас есть трио. Понятно? Понятно. Последнее желание. Далее. Не менее интересная механика. Встречается фактически в каждой, наверное, карточной игре. Последнее желание. Это активируется, когда карта уходит в сброс. Ну, в данном случае, давайте, например, посмотрим на самый, мне кажется, простой. элементарь земли. Размещение. Дайте этому отряду щит. То есть, появляется настол, появляется щит. И последнее желание. Создайте два малых элементаря земли в конце того же ряда. То есть, когда эта карта перемещается в отбой, создается два малых элементаря земли. Внимание, ребят, не путайтесь с теми, что, как бы, вы думаете, что раунд закончился, ничего не произойдет. Или вы убьете эту карту, ничего не произойдет. Если вы ее убьете, закончится раунд, я не знаю, в принципе, это все, что с ней можно сделать, да, или сработает какая-то карта, которая активирует последнее желание, то оно сработает. Вот, например, убьете этого элементаря, и сразу появятся эти элементаря земли. Есть карты, которые активируют, да, вот гарпия, например, размещение. Активируете последнее желание отряда, смежных с этим. Ставите по центру гарпию, по бокам у вас стоят отряды с последним желанием, соответственно, активируется последнее желание. Есть вот карта, которая активирует последнее желание трех отрядов справа. То есть у вас стоит, допустим, три элементаря, да, вы ставите тень, призрак слева, и, соответственно, активируется, появляются шесть маленьких големов. Так, ну, вроде тут много есть последних желаний, но вот, например, еще из любопытных, сам недавно наткнулся, последнее желание, добавьте два малых стража наверх колоды противника. Я вот, когда мне чувака поставил, просто по инерции уже подумал, ага, типа, все, у меня есть эти стражи сейчас в колоде, но нет, ребят, они добавятся к вам только, когда сработает последнее желание. То есть вот он его поставил, а вам, допустим, карту надо взять, а вы, может, забыли про это, и думаете, ах, сейчас возьму этих големов, а вот и нет, не возьмете, потому что это последнее желание. Хорошо, с последним желанием разобрались. Далее, у нас идет, собственно, карта, которую я вас вел, что же такое блокировка? Одна из самых, так сказать, успешных механик, которая была введена, и все-таки, достаточно хорошо работает в игре, это блокировка. Итак, что же делает блокировка? Или же, знаете, можно ее даже расшифровать как сайлент. Блокировка отменяет способности карты, отменяет и переворачивает засады, и блокированный отряд не учитывается для трио, то есть, понимаете, почему я рассказывал про трио, про засады сперва, и про способности карты, потому что блокировка отменяет все эти вещи. У вас есть, ну, например, простейшая карта какая-нибудь, вот тесак, размещение, то есть, при выходе на стол уберите или добавьте блокировку отряда. Соответственно, если на вашем юните стоит, например, блокировка, то она его убирает. Если вы ставите на вражеского юнита, например, добавляете ему блокировку, то его способности не будут работать. Если это ловушка, вы можете их использовать на ловушке, то ловушка будет, соответственно, закрыта, как бы перевернется сразу, ее способность не сработает, и она может обломать сопернику, его трио. То есть, я не буду долго останавливаться на этой механике, просто учитывайте, что она отменяет какие-то разные способности у карт. Да, ну вот, например, не знаю, простейшая карта, даже, да вот, мы рассматривали элементаля, да, смотрите, он при, у него есть последнее желание, создает два малых элементаля. Вы даете ему блокировку, соответственно, у него пропадает это последнее желание, так как отменяются способности. Есть, например, такая карта, как Оквист. Через четыре хода она наносит всем одну единицу урона. Если вы, соответственно, его блокируете, то четыре урона никому не наносит, а просто остаются шестеркой, стоят на столе. Но про Оквиста и таймеры это мы еще поговорим, а пока мы рассмотрим новую механику, такая как сбросить. Итак, что же такое сбросить? Сбросить, это переместить карту из руки или из колоды в сброс. То есть, понимаете, из руки или из колоды карта отправляется в сброс. Ну и давайте на каком-то примере, но тут размещение поглотить случайно для сброса это не то. Сбросить, 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 где же вот? Например, с ванриги. Размещение. Возьмите верхнюю карту из вашей колоды. То есть, вы берете карту, окей, и далее написано затем сбросите карту из вашей руки, в том числе золотую. И вот у вас все ваши карты есть в руке, и вам после того, как сработала способность первая, вы берете карту из колоды, теперь вам нужно сбросить карту, то есть избавиться от нее. То есть, она никуда не пропадет, но она уйдет в ваш отбой. Внимание! Стоит также обратить внимание на то, что карты не удаляются при сбросе. Хотя, например, у тех же медиков, у тех же жриц Фрей, например, у них есть статус обреченная. То есть, отряды удаляются из игры, когда уходят с поля в сброс. Удаляются из игры, когда уходят с поля в сброс. Но в данном случае мы их сбрасываем, они на поле не стоят. Например, если мы сбросили жрицу Фрея, то она будет лежать в отбое, и мы сможем как бы жрицей Фреи, воскресить жрицу Фреи и воскресить еще одного юнита. Но да, потом, когда они уже уйдут, например, в конце раунда, тогда они пропадут из игры в целом. Ну, со сбросом, соответственно, есть очень много интересных механик каких-то, которые работают. Например, давайте посмотрим, какие-то, ну, неноки, например, не глядя, верните, не глядя, это как бы, где-нибудь, то есть не глядя, она возвращает, ну ладно, тут описание, ребят, карты неправильное. Не смотрите на вот это не глядя, просто смотрите на то, что я показывал. Верните до трех карт из вашего сброса в вашу колонну. То есть у вас есть сброс, вы возвращаете что-то в колонну. Или вот, например, мышавур. Возьмите две верхние карты из вашей колонны, затем сбросьте две карты из вашей руки. То есть помните, с вами, берете одну, сбрасываете одну. Тут же наоборот, берете две и сбрасываете две. Есть даже специальный лидер, который очень хорошо с этим, как бы, всем синергирует. Вот он как раз-таки сбрасывает прямо с колодой, как было указано. Сбросите до трех карт из вашей колоды и укрепите все отряды среди них на одну единицу. То есть вы сбрасываете из вашей колоды три карты на выбор. Понятно? Я думаю, вполне. Так, также появилась еще одна механика совсем недавно, это замера. И, соответственно, появился новый тег, связанный с ней, который называется заменить. Итак, что же такое заменить? В постонародье на английском языке это называется мулиган, если что. А то, чтобы не путать с словами сложными. Заменить – это поменять некоторое количество карт в руке на карты из вашей колоды. Можно брать и заменять золотые карты, если не указано иное. Ну и сразу же, прям есть лидер, который все это делает. Это Францеска и вот что она делает. Замените до трех карт. То есть у вас в руке, допустим, есть две карты. Вы ставите Францеску, выбираете одну карту, например, меняете ее. Вам приходит новая. Вы опять меняете эту новую. Приходит еще одна. И, например, это вас устроило, но вам та не нравится, которая у вас была изначально, вторая. И вы ее меняете. И приходит еще одна новая карта. Вот так вот и работает, собственно, замена. Ничего не вижу. Ну и вот давайте другое. Танцор Эльжеского Клинка немедленно, то есть сразу играете этот отряд из вашей колоды каждый раз, когда заменяете его. То есть у вас, допустим, есть эта карта, вы используете Францеску, замените до трех карт. И вы выбираете заменить эту карту. Соответственно, она не уходит в колоду обратно, не заменяется, а прям сразу выпрыгивает. Но в другом случае, вот, например, размещение, офицер в рихе, при выходе на стол замените одну карту. Вы ставите эту семерку, и у вас как бы есть четыре карты. Вам нужно одну обязательно в колоду себе обратно затусывать. То есть это не сброс, да, вы никуда карты не убираете, вы просто их возвращаете в свою колоду. Учитывайте это, пожалуйста. Далее, приказ. Всего две карты обладают этим как бы тегом. Зачитаю же, что это такое. Приказ. Активируется, когда играют карту вашего лидера, но до срабатывания ее способности. Соответственно, приказ голема имперского такой, сыграйте этот отряд из вашей колоды. Саския, сыграйте этот отряд из вашей колоды в случайном ряду. Я думаю, все вполне понятно, тут объяснять ничего не надо. Вы играете карту лидера, появляются вот эти карты. Соответственно, ну, Саския, она одна, может быть, золотая. Големов может быть до трех штук. Дальнейший. Мы разбираем тег, храбрость. Тоже не очень много карт с этой механикой, можно разобрать все. Храбрость. Храбрость активируется, если противник побеждает в текущем раунде, в скобочках, подсчитывается после появления на поле этого отряда и всех отрядов, что он создает. Ну, то есть, храбрость срабатывает какой-то эффект, в данном случае, например, черт, он шестерка. Храбрость. Укрепите этот отряд на 4 единицы, то есть увеличите изначально силу. Если бы вы усилилили, то добавляли, значит, 4 зеленые силы. Соответственно, если у вас, допустим, против оппонента, у вашего оппонента 10 силы, вы ставите черта, он шестерка, получается, когда вы его ставите, начинается подсчет храбрости. Ага, 10-6, вы проигрываете, значит, укрепляет этот отряд на 4. Еще один пример, который был у всех игроков, который играл в закрытом бета-тесте, геральт, размещение, храбрость, укрепите этот отряд на 3 единицы. Вы, допустим, летите 20 на 0, ставите геральта, получается, как только он становится на стол, 20-10, считается храбрость, ага, у вас меньше, получается, значит, 20 на 13, а не 20 на 10. Монтикора тоже самое, храбрость, укрепите отряд на 4 единицы. Ну и король нищих, тут немножко другая карта, тут укрепите этот отряд на силу, достаточную для установления равенства в раунде, или максимально до 15 единиц изначальной силы. То есть, если у вас 0, например, у вас 0 силы на столе, а у вашего оппонента 20, то при выходе на стол короля нищих он сделает максимальную возможную всю силу 15, и то есть будет 15-20. Если у вашего оппонента, например, 9 силы, а у вас 0, то при выходе на стол короля нищих он будет 9, не 15, учитывайте это. Все, с храбростью разобрались, все просто. Далее, обреченный, это уже, знаете, такой даже тег, мы его с вами рассматривали, когда я показываю жрицу, прочитаю же, что это такое. Обреченный, это когда отряды удаляются из игры, когда уходят с поля в сброс, особые карты удаляются из игры после активации способности карты. Тут, собственно, про юниты и про особые карты. Давайте еще раз. Обреченный, это когда отряды удаляются из игры, уходя с поля в сброс. Вы сыграли медика, он постоял там что-то раунд, раунд закончился, он пропал, так как он обречен. Если же вы его сбросили, он не пропал, он находится все еще у вас в отборе. Или, например, все шпионы, кстати, обладают этим тегом. Обреченные, вы поставили шпиона, вам, допустим, раунд закончился, там все дела, он пропал, в отборе его у соперника не будет. Теперь же про особые карты. Особые карты удаляются из игры после активации способности карты. Тут, кстати, не показывают особые карты, видимо, они уже нет. По-моему, раньше был казнь такой. Да, они убрали, ребят, просто обреченные сейчас с особых карт. Видите, все только юниты есть обреченные. Ну, например, корова, призерка. Вы ее поиграли, поиграли раунд, потом думаете, восстановить ее как-нибудь с игродрифой, так как серебряные отряды она может восстанавливать. А бац, ее нельзя восстановить, потому что ее нет в игре. Она обреченная. А вот если вы ее сбросили, то потом вы ее восстановить можете. Я думаю, тут все понятно. Теперь давайте посмотрим, что такое стойкость. Очень такая, так сказать, поганая механика, которая позволяет вам оставлять много силы на разные раунды. Итак, что же такое стойкость языком гвинта? Она позволяет стойкому отряду остаться на поле по окончании раунда. То есть, как только раунд окажется и начинается следующий, стойкий отряд переходит в этот раунд. В данном случае рассмотрим на простом примере защитник Махакама. Размещение, добавьте стойкость. То есть, когда вы его ставите, ему добавляется стойкость. И когда раунд заканчивается, этот юнит остается на следующий раунд, но только на один. В дальнейшем нужно продлевать. А продлевать можно, например, с помощью выброса адреналина. Уберите или добавьте стойкость. Заметьте, тут есть и уберите. То есть, если у вашего юнита есть стойкость, вы можете ее убрать. Кстати, стойкость очень хорошо снимается блокировкой. Помните, мы рассматриваем с вами блокировку? Так вот, блокировкой можно снять эффект стойкости. Так, еще один тег. Уже переходим к самым таким, знаете, сложным. Так что, приготовьте ваши извилины, потому что сейчас будем думать. Следующий тег, который я хочу рассмотреть, это называется он шпионский. Как видите, он тут не только у одного, но сам есть отряда. Зачитаю, что такое. Шпионский это отряд, находящийся на противоположной стороне поля от игрока, который его сыграл. То есть, как правило, вы играете как вот шпионский отряд вашему оппоненту и потом есть карты, которые с этим работают. Например, бригада импера. Усиливаете этот отряд на две единицы, добавляете зеленой силой, каждый раз, когда играете шпионский отряд, в том числе золотой. или же размещение. Это способность на столе, а есть еще способность при выходе на стол. Усилить этот отряд на две единицы за каждый бразовский шпионский отряд, в том числе золотой. То есть, теперь посмотрим, какие же есть, я быстро покажу, какие есть шпионские отряды, чтобы вы понимали. Например, первый шпионский отряд. Мы рассмотрим эти теги, вероломные, все рассмотрим. Видите, он шпионский, так как тут есть классик, поэтому просто понять. Соответственно, если вы поставили его на стол и потом поставили эту бригаду, то она получит плюс две силы из-за вот этого одного шпиона. Поставьте больше таких шпионов, получите больше силы. Ну, понятно. Упрямство. Есть еще одна карта с тегом упрямства. Кстати, две. Две таких карты вообще в игре. Я, ладно, я их назову. Упрямство не позволяет карте вернуться в руку. Есть такие карты, которые... А, понятно, потому что я смотрю в Нивгарде. Есть такие карты, ребят, которые было бы неплохо возвратить к себе в руку. Ну, например, есть чучело, которое возвращает карту в руку. Соответственно, сыграть оператора два раза было бы здорово. Размещение. Выберите бронзовый отряд в вашей руке и создайте его базовую копию в руках обоих игроков. То есть вернуть неплохо, да, если у вас какая-то колода особая, вам бы много юнитов ваших пригодилось. Так вот, для вот этих двух карт способность добавлена обреченные, то есть их нельзя вернуть. Ну, тут еще у Кагыра, например, даже вот и упрямая, и обреченная. Упрямством нельзя вернуть, а обреченная пропадает, значит, что когда уходит сброс, удаляется из игры. То же самое и с оператором. Рассмотрели? Понятно. Далее. Ветеран. Ветеран Х, я бы даже назвал, потому что там Х это число в данном случае. Ветеран. В начале второго или третьего раунда укрепите этот отряд на Х единиц, если он находится в вашей руке, колоде или сбросе. Ну, тут все просто. Смотрите, например, вот оружение клана Тардарох. Пятерка. Ветеран один. Соответственно, в начале второго раунда, где бы он ни был, ну, только если не у вашего оппонента, я имею в виду, если он не играет на скеллиге. Если, например, он в начале второго раунда, соответственно, станет шестеркой. Пять плюс один, шесть. Не важно, где он. У вас в руке, на столе. Ой, на столе нет. На столе не работает, ребят. Если вы, например, стойкостью оставили эту карту на столе, то она не сработает. Ветеран. Ну, например, он у вас в руке, во двое или в колоде. Соответственно, там он будет шестеркой, а в третьем раунде семеркой. Ветерана двойки вроде ни у кого нет, у всех по одному. То есть все эти карты, они вот с ветераном получают, ну, вот, воин анкрайд. Разнесите одну единицу урона этому отряду. Ветеран один. То есть, как бы, он девяткой выходит на стол восьмеркой из-за одной единицы урона, но в следующем раунде он будет десяткой, то есть девяткой при выходе, и, соответственно, в третьем раунде он будет 11 единиц силы и медик. Кстати, добавляет ветеран именно изначальную силу, но я уже сказал, когда зачитал в описании, что он укрепляет карту. Так, хорошо, следующий тег. Регрессия. Имеется также он не у многих юнитов, но давайте посмотрим, что же он делает. Регрессия. Это когда отряд уходит с поля, его изначальная сила возвращается к сходному значению. Ну, то есть представьте, вот у вас есть какие-то карты, да, разные. Например, там, волк, морквар, когда мы его рассматривали, который возвращается после убийства, многие его люди как бы усиливают, укрепляют, точнее, не усиливают, укрепляют, добавляют ему изначальную силу. Так вот, когда они его укрепляют, при выходе, допустим, в отбой, его сила сохраняется на укрепленное значение. Если же вы будете укреплять вот эти карты, которые сейчас представлены на экране, то их сила в отбое будет обратно возвращена до вот этой. А это какие карты я перечислил? Ловщиклана Броквар, он, запомните, всегда пятерка, хотя в течение раунда он может укрепляться на одну единицу. Далее, Дракар, корабль, в начале каждого вашего хода наносите одну единицу отряду справа, затем укреплять этот отряд на две единицы. То есть представьте, если бы вот у вас, допустим, 10 ходов, вы поставили его, он там что-то наносит одну единицу урона кому-то, а сам укрепляется на две единицы. 10 на 2, 20. То есть 25 можно было бы воскресить обычным медиком, но это абсурд, не правда ли? Вот для этого и сделана регрессия. Также у берсерка-мародера есть регрессия. Кстати, у проклятых нет описания. И у короля-нищих есть регрессия, чтобы он там не 15, допустим, оставался в отбое, а меньше. Регрессия разобрали. Возмездие. Есть еще две карты с тегом Возмездие. Активируется каждый раз, когда этот отряд повреждают, но не отправляют в сброс. Простым языком, когда ему наносят урон. То есть, но не убивают. Вот у нас есть разъяренный берсерк. Если его, допустим, громом за 7 урона не убивают, то она носит ему одну единичку урона, то он за счет Возмездия обращается в разъяренного медведя. То есть, из шестерки становится 11, карта с 11 силой. Таких карт все две в игре. Это корова. Собственно, у нее Возмездие создайте черта в ряду. Ну, черта мы уже рассматривали. А вот у разъяренного берсерка создайте разъяренного медведя. Все понятно с Возмездием, тут быстро. Ну, и теперь наверное одна из самых сложнейших механик, которым надо пояснить, я думаю, ввиду того, что сейчас патч введен новый и возможно заиграют механизмы, то есть машины. Это осадный специалист и осадное орудие. Для начала осадный специалист Х. Когда рядом с этим отрядом играют отряд со способностью осадное орудие, активируйте эту способность Х раз. И так, что мы видим? У нас есть карта, у нее, допустим, какая-то способность, да, неважно какая, и у нее есть осадный специалист один. Это значит, что когда мы поставим карту с способностью осадное орудие, то способность осадное орудие сработает два раза, потому что способность, она сработает просто при выходе карты. Ну, они обычно просто повторяются, я поэтому говорю. Если она другая, то сработает как бы один раз. И потом сработает дополнительно второй раз за счет осадного специалиста. Соответственно, представьте, если у вас стоит два вот этих китаревских инженера, но учитывайте, что осадный специалист когда рядом играют, то есть, если у вас стоит два вот так осадных инженера, то вам карту нужно осадное орудие поставить между них, чтобы она сработала два раза. Вы понимаете, осадный специалист один плюс один равно два. Ну и давайте посмотрим, что же такое осадное орудие сразу. Осадное орудие активируется, когда этот отряд играет рядом с отрядом со способностью осадный специалист. Ну и в данном случае давайте посмотрим сразу способности. Вот размещение. Нанесите две единицы урона вражескому отряду, игнорируя броню. То есть, шесть и наносит два урона. То есть, восемь силы как бы карта. Но осадное орудие повторите способность размещения. То есть, наносит еще два урона. А если стоит два осадных специалиста, то срабатывает как бы еще два раза. То есть смотрите, итак, у нас, допустим, представим ситуацию, что у нас на столе есть два осадных специалиста. Вы ставите между ними баллисту, и, соответственно, получается, она наносит сначала изначально свои два урона, как написано в описании, потом срабатывает первый специалист, она наносит еще два урона, повторяя способности размещения, и потом срабатывает второй специалист, она наносит еще два урона. То есть итого она наносит шесть урона и сама шестерка. Неплохо? Неплохо. Соответственно, есть еще карта, которая, например, размещение. Верните дружественную машину в вашу руку и немедленно сыграйте ее снова. Осадный специалист 1. Допустим, у вас стоит вот эта вот четверка на столе. Одна. Одна. Вы ставите баллисту, шестерку, рядом с ней. Получается, стреляете на 6, 6 силы ставите, наносите 2 урона, срабатывает осадный специалист, наносите еще 2 урона и того 4. Ваш следующий ход. Вы играете каидвенскую осадную платформу рядом с инженером вот этим. Играете рядом с ним, поднимаете свою баллисту, получается, у вас 2 юнита остаются вместе, и ставите баллисту между ними. И она срабатывает, как я говорил, на 3 раза. Ну вот карта, у которой есть еще осадный специалист. Это сотник, это разведчик синих полосок, и это принц теннис. Есть карты, которые синергируют с этим. Это Ян Наталис, ее я не буду показывать, но я думаю, потому что и так просто уже видео затягивается. Давайте просто продолжим. Далее. Повысить. Соответственно, повысить, понизить. Повысить. Есть только одна карта с этим значением. Преобразовать карту в золотую до конца раунда. Размещение. Посмотрите на верхнюю карту в вашей колоде. Если карта была бронзовой, добавьте 2 единицы брони. Если была серебряной, усилите на 1. А если была золотой, то повысите этот отряд. Соответственно, если вы смотрите на карту в вашей колоде, и она золотая, то этот отряд временно становится золотой картой до конца раунда. Понятно? Я думаю, понятно. Она одна, так что... И понизить, соответственно, есть еще. Но понижение уже 2 карты, это, соответственно, что такое понизить? То есть преобразовать золотую карту в серебряную или в бронзовую, если она изначально была такой. То есть у вас стоит, допустим, золотая карта какая-то на столе. Вы нажимаете... Смотрите, например, выберите отряд, в том числе золотой, и уберите или добавьте его блокировку. А если отряд золотой, то сначала понизьте его. То есть сначала, допустим, у нас стоит золотая карта с какой-то способностью. С какой-то способностью. С сильной способностью. Допустим, наносит вобьер, наносит там 2 единицы урона нашим ослабленным юнитам. Мы используем на него двемеритовые кандалы. Отряд сначала понижается до серебряного, и потом срабатывает блокировка. Внимание, ребят, я забыл сказать. Блокировка не работает на золотые отряды. Только если это не двемеритовые кандалы, либо карта не становится серебряной. То есть, если у вас стоит золотая карта, не пытайтесь на нее использовать все вот эти блокировки. Не пытайтесь на нее использовать убийство, не пытайтесь использовать Маргариту, Эгона, Тесака, Донора, Киарана, Беса. Все это не сработает. Золото можно сначала только понизить с помощью кандалов, либо вот как раз-таки двемеритовые бомбы, которая там была, да? А потом уже кинуть лок. Но в данном случае тут сразу сначала понижается, а потом сразу кидается блокировка. Понятно, понятно. Далее, новая механика, которая была в игре, это вскрыть. У нас тут два тега. Это вскрыть и это вскрытое. Давайте сразу же, что такое вскрыть. Это перевернуть карту в руке, чтобы ее увидели оба игрока. А что такое вскрытое? Вскрытое это карта в руке, которая лежит рубашкой вниз и которую видят оба игрока. Я сейчас объясню, в чем отличие вскрытия. Смотрите. Например, огненный скорпион. Наносите три единицы урона случайному вражескому отряду каждый раз, когда вскрывают этот отряд. То есть происходит вскрытие. Вскрыть. Перевернуть карту в руке, чтобы вы видели оба игрока. Как только оба игрока, как только карту эту вскрывают, срабатывает эффект. Наносится три единицы урона случайному вражескому отряду. И, например, вот что-то происходит. Далее, алхимик. Вскройте карту. То есть просто вскрыть. Вскройте карту. Вы вскрыли карту, неважно какую, ее видят оба игрока. Хорошо. А теперь, поскольку мы рассмотрели, что такое вскрыть, давайте рассмотрим, что такое вскрытое. Потому что есть всего две карты, которые взаимодействуют со вскрытыми картами. Это Свирс и это Зерит. Давайте посмотрим на Свирса. Выберите вражеский отряд или вскрытый отряд. То есть тот, который вы видите у него в руке. Или вскрытый отряд в руке противника. И переместите все копии из его колоды противника в его сброс. Допустим, вы раскрыли оппоненту, жрицу Фрейи. И она уже вскрыта в руке. То есть эта карта, видите, вы можете выбрать ее либо на столе отряд, либо прям вскрытый. У него в руке есть вскрытая жрица Фрейи. Вы на нее ставите эту карту на стол. Выбираете в руке у него жрицу. Соответственно, все копии улетают. И еще одна карта, которая с этим работает, это Зерит. Сделаете силу вскрытого отряда, то есть в руке, которого вы видите уже у оппонента, равной единицу. У вашего оппонента, допустим, в руке карта на миллиард урона. Вы видите ее, ставите Зерита, карта становится единицей. Клево? Здорово. Так, дальше. Обратить. Ну, последний тег, который на сегодня остался. Обратить. Он всего есть у нескольких карт. У трех. Обратить, преобразовать в другую карту. Соответственно, тут карта эта исчезает из игры, так как она проклятая. Точнее, она не исчезает из игры, она просто обращается в медведя. То есть эта карта как бы исчезает визуально, но появляется вместо нее новая. То же самое Оквист. То есть, если его эффект срабатывает, да, после четырех ходов наносит одну единицу урона всем вражеским отрядам, то он обращается в изнуренного Оквиста, в Оквиста, у которого, например, нету таймера. То же самое с Ширу. Можете обратить карту, в том числе злату, из вашей руки в казнь. То есть ваша карта пропадает как бы из игры, она просто становится казнью. Ну и вроде все, ребят. Я закончил, я закончил объяснять, что такое теги. И давайте быстренько, пока вам еще даже две минуты, я хочу в час уложиться, расскажу про механики, которые были в игре, но их убрали. Я про них быстро опишу. Были механики counter, то есть счетчик. Counter. В игре он сейчас описан как после х ходов. В данном случае после четырех ходов, например, снижает счетчик. В общем, когда, я почитаю, снижает счетчик, когда выполняется определенное условие. Когда счетчик достигает нуля, активирует способность. Счетчик обнуляется, когда отряд покидает стол. Или же еще была способность раньше Clash. Теперь она называется, если оба игрока еще не спасовали. Способность активируется только если оба игрока еще не спасовали. Она есть у Тибора, да, у Алла-Лаха, например. Получает плюс 15 единиц силы, если оба игрока еще не спасовали. Мильбов возвращает сильнейшие отряды, если оба игрока еще не спасовали. Но они остались, да, как бы после механики. Они убрали эти ключевые слова и оставили механики. На этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели это видео. Я надеюсь, что вам понравилось. С вами был Паречка. Я желаю вам хорошего настроения, удачных тардеков в Гвинте. И всего самого наилучшего. Оставляйте свои отзывы. Большое спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, что вам понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok